Истории про мимика, часть 6 «Помогите!» Голос из приемника теперь звучал громко и отчетливо. Он отразился от стен маленького помещения и ударил в уши с такой силой, что Келли резко выдохнула. Записки и детские рисунки, закрепленные на доске рядом с приемником, заколыхались. Келли только что завершила установку нового конденсатора для прибора и, услышав кристально чистый звук, отдернула руку, после чего удивленно посмотрела на него. «У нее получилось!» «Помогите!» — повторил голос. «Или не получилось!» Келли нахмурилась. «Этот голос!» Хоть теперь он и звучал отчетливо, не смешиваясь с помехами, как раньше. Это был все тот же голос. Сидевшая на полу и листавшая маленькую записную книжку Люсия быстро поднялась на ноги. Она прошла через комнату и наклонилась к плечу подруги. «Помогите мне! Я застрял в старой пиццерии!» Не унимался голос. Келли перевела взгляд на Люсию. «Это имитатор!» — сказала вслух Люсия непонятно зачем. «Да, давай!» — подумала про себя Келли. «Продолжай говорить то, что всем уже давно известно!» Затем девушка покачала головой. «Я думала, что смогу починить приемник с теми деталями, что ты нашла, но пока только удалось разобраться с качеством звука. За пределы здания сигнал все еще не идет!» Она тяжело вздохнула. «Неужели имитатор вправду считает, что мы снова клюнем на эту хитрость?» Когда пару часов назад ребята в первый раз услышали искаженный голос, они решили, что в заброшенной пиццерии есть еще одна группа людей. Мысль о том, что они были не одни, придала подросткам сил. И хотя Келли предпочла бы оставаться в полном одиночестве, она прекрасно осознавала, что один в поле не воин. К несчастью, рядом никого не оказалось. Это была уловка имитатора, который использовал радиосигнал, чтобы заманить ребят в комнату закулисной зоны. Келли поежилась, когда подумала о том, что могло бы произойти, если бы кто-то из них, не задумываясь, забежал в ту комнату после открытия потайной двери. То, что им удалось сбежать от имитатора без новых человеческих потерь, было чудом. Не то, чтобы Келли верила в чудеса. Когда живешь в семье с матерью ипохондриком, которая постоянно бегает в больницу лечить очередную выдуманную болезнь, и отцом, который пропадает в полицейском участке, расследуя очередное важное дело, о чуде можно даже не мечтать. За свою жизнь Келли поняла две наиболее важные вещи. Во-первых, надо уметь все делать самостоятельно. Во-вторых, постоянно случаются трагедии. Очень редко отец все же приходил домой, и тогда он рассказывал ей ужасающие истории о горе и несчастьях. Отец четко дал понять, что только глупцы будут верить в сказки, где все живут долго и счастливо, ведь на самом деле жизнь – это сплошная череда страданий. «Кажется, я немного поняла принцип работы имитатора», – прервала размышления подруги Люсия. Девушка помахала в воздухе записной книжкой, а затем открыла ее на странице, испещренной карандашными заметками. Келли стала разглядывать неразборчивые каракули. «И ты смогла это прочитать?» «Только небольшую часть». Люсия пальцем показала на обувную коробку, которая валялась на полу рядом со столом. «Записная книжка лежала в коробке, которую я нашла в самом нижнем ящике, вместе с запчастями для приемника». Похожую заметки оставил один из первых инженеров Фазбер Интертейнмент. Один из тех, кто стоял за созданием всех маскотов, которые развлекали людей в пиццерии у Фредди. Она перевернула страницу и стала водить пальцем по строкам. Не все удается разобрать, но кое-что я поняла. Решение о создании целой линейки имитаторов возникло, когда команда инженеров пришла к выводу о том, что не особо эффективно писать программу под каждое отдельное выступление аниматроников. Каждое движение роботов нужно было описывать множеством строк кода. Так что они просто запрограммировали имитатора таким образом, чтобы он мог наблюдать и обучаться. То есть имитатор не просто способен помещаться в любой костюм животного, он еще может запоминать действия окружающих и впоследствии полностью их имитировать. Келли удивленно вскинула брови. Но ведь это невероятно продвинутая техника программирования. Да, очень продвинутая. Люсия вновь перевернула страницу. Она скривила лицо, указывая на неразборчивые надписи. Жаль, что я не могу прочесть все, но по всей видимости оригинальный имитатор начал имитировать действия не только аниматроников, но и людей. И делал он это совершенно не так, как задумывалось изначально. Правда, этот момент я не совсем поняла. Тут разобрать можно только несколько фраз. Неправильно обработал, очень напуган, потенциальная опасность и отключить остальных имитаторов. Келли потерла руки. Ладно, проговорила она. Но как это связано с попытками имитатора поймать нас? Люсия закрыла записную книжку. Мы можем думать, что имитатор является каким-то злым монстром, но на самом деле это всего лишь робот, который был создан с функцией подражания увиденному. Должно быть, он когда-то увидел нечто на вроде игры в прятки. А еще, похоже, он не может понять, что снова тот же трюк не сработает. Помогите. Келли обернулась и посмотрела на приемник. Быть может, сработает, но против него самого. Если он хочет нас куда-то заманить, то спрячется в обозначенном месте, так? Люсия кивнула, из-за чего ее растрепанные волосы слегка подпрыгнули. Умно. Она потянулась к столу и схватила микрофон, после чего заговорила. Где вы? Я застрял в подсобке уборщика, ответил голос. Что ж, это невероятно глупо. Сказала Келли. Мы ведь эту подсобку уже осматривали. Там точно не мог никто застрять. Очевидно, что внутренняя логика его системы не способна строить предложение о том, что мы уже сделали или еще не сделали. Изрекла Люсия. Возможно. Она осеклась, когда услышала стук из отверстия вентиляционной шахты под столом с приемником. Келли вскочила. Вместе с Люсией они отошли в другой конец помещения. А может эта штука умнее, чем мы думали? Прошептала девушка, не отрывая взгляд от вентиляции. Когда Эдриан и Джейс залезли туда, Келли с Люсией просто приложили крышку к отверстию, не открывая полностью. Чтобы не ползло по вентиляции, оно с легкостью бы забралось в офис. А если это не имитатор? Прошептала Люсия в ответ. Это могут быть Эдриан с Джейсом. Келли обратилась вслух. Послышался тихий стук, а за ним шелест, словно кто-то пытался оттереть пыльный металл куском ткани. Девушка наклонилась к Люсии и как можно тише шепнула ей на ухо. Звук уж больно равномерный. Не похоже, что у него два источника сразу. Кто бы там ни был, он ползет один. Люсия сдвинула брови и прислушалась. Потом она обернулась, чтобы посмотреть на подобие баррикады перед дверью. Затем она вновь посмотрела на Келли. Не говоря больше ни слова, обе девушки схватились за края картотечного шкафчика. Келли знала, что они думают об одном и том же. Если имитатор раньше смог их обмануть, то он мог попытаться сделать это еще раз. Теперь он хочет заставить подростков думать, что ушел в другое место. А сам в это время пытается добраться до них через вентиляционный лаз. Нужно было выбираться из офиса. Келли и Люсия уложили шкафчик на пол, а затем начали отодвигать стол. Но уже было поздно. Вентиляционная крышка с шумом упала. Люсия сорвалась с места и взяла стул, на котором всего минуту назад сидела Келли. Она подняла его над головой и встала рядом со столом, на котором лежал приемник. Келли в это время продолжала в одиночку двигать баррикаду, но вместе с тем поглядывала за вентиляционным отверстием. Когда она увидела копну черных взирошенных волос и бледное лицо с очками в такой же черной оправе, она громко сказала, «Погоди, это же Чейз!» Люсия выдохнула и вернула стул на место. Она наклонилась и протянула руку, чтобы помочь товарищу выбраться из вентиляции. «А где Эдриан?» спросила она, вытаскивая маленького тощего паренька. Келли хватило одного взгляда на Джейса, чтобы понять, что случилось с Эдрианом. Слой пыли, осевший на лицо парня, разрезал две светлые полоски, спускающиеся вниз от самых его глаз. Это были следы слез. Покрасневшие глаза и невидящий взор довершал картину, подтверждая вывод, который сделала Келли. Люсии, наверное, потому что ей не хотелось это осознавать, потребовалось больше времени, чтобы понять вполне очевидную вещь. «Джейс, где Эдриан?» Джейса начало трясти. Он затряся так сильно, что Келли пришлось подойти к нему и аккуратно усадить на стул. Как только парень сел, она положила руку ему на плечо, чтобы попытаться успокоить. «Он мертв, не так ли?» Джейс опустил голову и закрыл лицо руками, а затем зарыдал. Сквозь рыдание прорывалось бессвязные отрывки предложений. Однако Келли все же смогла разобрать. «Я ничем не мог ему помочь!» Люсия отпрянула назад и стала дырявить Джейса взглядом. Осознание произошедшего стерло краски с ее лица. Ее глаза стали стеклянными. Келли опустилась на колено и обняла Джейса. Она не знала, что ему сказать, но понимала, что парня нужно утешить. С Эдрианом что-то случилось. И хоть Келли не могла разобрать бормотание Джейса, одно она понимала точно. Случилось что-то очень плохое. Люсия внезапно двинулась вперед. Она схватила Джейса за запястье и отдернула его руки от лица. «Приди в себя! Скажи, что произошло!» Келли удивилась грубому тону Люсии. Но затем до нее дошло. Люсия боролась с горем за счет гнева. Тогда Келли попыталась успокоить подругу. «Люсия!» заговорила она. «Джейс сейчас находится в шоковом состоянии. Там мне плевать!» выкрикнула Люсия. Вспышка гнева Люсии вернула Джейса в реальность. Он высвободился из объятий Келли и вскочил со стула. «Я ничем не мог ему помочь!» бросил он в ответ. «Эдриан пытался пробраться через лопасти вентилятора, но должно быть упал!» «Имитатор добрался до него, прежде чем я успел пошевелиться!» «Если бы я покинул укрытие, то погиб бы вслед за ним!» «Этого бы ты хотела!» «Именно этого я и хотела!» прокричала Люсия. Джейс резко побледнел. Потом он тихо сказал. «Ну что же, тебе недолго осталось ждать. Нас теперь всего трое. Вполне вероятно, что следующим на очереди буду я!» Люсия промолчала. Она просто сжала кулаки и с гневом посмотрела на парня. Келли тяжело вздохнула. «А Уэйт и Джоэл, вы их нашли?» спросила она у Джейса. Джейс повернул к ней голову и кивнул. «Кажется, они тоже пытались разобраться с вентилятором. Мы нашли их... Нашли то, что от них осталось в комнате управления!» Люсия развернулась и прошла обратно в противоположный конец комнаты. Она посмотрела на пожелтевший мятый плакат с изображением маскотов у Фредди Фазбер и склонила голову. Келли видела, как плечи подруги поникли и начали трястись. То, что Люсия втюрилась в Эдриана, Келли уже давно поняла. Келли не очень давалось общение, но вот в наблюдении равных ей не было. Она прекрасно знала, как строятся отношения между окружающими ее людьми. С Хоуп все было просто. Она любила Эдриана. С Эдрианом все тоже было очевидно. Он любил Хоуп в ответ. Уэйта тоже любил Хоуп, но он пытался скрыть свои чувства. Джейс был без ума от Люсии, но та уже положила глаз на Эдриана. Джоэлу, похоже, было абсолютно наплевать на всех, кроме себя. В глубине души Келли знала, что ей самой нравится Ник, но это не было взаимно. Гибель других подростков потрясла Келли, но она не чувствовала себя подавленной. Быть может, это было из-за того, что девушка сторонилась школьного общества. Или просто рассказы отца сделали ее устойчивой к подобному. Так или иначе, ей было далеко до того состояния, в котором сейчас пребывала Люсия. Помогите! Джейс, затаив дыхание, устремил взгляд прямо на радиоприемник. Его глаза округлились. Это же... Имитатор! Закончила за него Келли. Да, он снова пытается нас выманить. Джейс потер лицо и нахмурился. Но ведь это значит, что мы знаем, где эта тварь сейчас находится. Вновь закончила за него предложение Келли. Все верно. Сглотнув ком в горле, Джейс поправил очки. Затем он почесал подбородок и стал думать. Искосо глядя на Люсию, которая все еще стояла спиной к ребятам, он громко откашлился. Кхм! Мне пришлось немного проползти, чтобы добраться сюда, заговорил он. Пару раз я свернул не туда, так что смог узнать о строении местных вентиляционных шахт больше, чем хотелось бы. Они ужасно старые и ржавые. Некоторые в любой момент могут рухнуть. Так что пока я полз, у меня появилась одна идейка. Парень еще раз глянул на Люсию и продолжил. Я думал, что мы могли бы заманить имитатора в какое-нибудь помещение. Точнее, я бы мог зайти в какую-нибудь комнату и подождать. Когда тварь придет за мной, я заберусь в вентиляцию. А вы вдвоем в это время заблокируете выход из комнаты. Люсия резко развернулась и сердито посмотрела на парня. Глупость! Имитатор ведь тоже может залезть вслед за тобой в вентиляцию. Ты не забыл, что у него раздвижные конечности и корпус? Джейс под напором Люсии попятился назад. Я помню, но все дело в весе твари. Не думаю, что вентиляция выдержит ее. Если я сумею опередить имитатора, то при попытке последовать за мной, он попросту провалится, обрушив кусок шахты. Люсия сдвинула брови и задумалась. Через пару секунд она взглянула на Келли. Келли в ответ повела плечами и сказала. Конечно, ты читала руководство оператора, но идея Джейса мне не кажется глупой. Если нам удастся убедить имитатора, что мы пойдем в подсобку, то не нужно будет волноваться по поводу внезапных атак. И у нас появится время подготовить ловушку. Люсия неуверенно кивнула. Затем, не глядя на Джейса, она подошла к столу и взяла микрофон. Эй! Начала она говорить микрофон. Вы еще там? Из приемника тут же прозвучал знакомый голос. Да, помогите, я застрял в подсобке уборщика. Хорошо. Продолжила Люсия. Оставайтесь там, мы уже идем. Девушка оглянулась на Келли, а потом опять включила микрофон. Это может занять какое-то время, потому что один из нас ранен, но мы идем. Спасибо вам. О, как мило! С сарказмом сказала Люсия. Опасная роботическая тварь вежливо благодарит нас. Уголок рта Джейса приподнялся в легкой улыбке. Келли стала его жаль. Он всего лишь хотел, чтобы Люсия ответила на его любовь взаимностью. Келли отвернулась от Джейса. Она встретилась взглядом с Люсией и кивнула в сторону парня. Девушка подняла брови и стала сверлить глазами подругу. Извинись ты перед бедолагой! Кричало выражение ее лица. Люсия быстро все поняла. У нее всегда было так, и именно поэтому Келли она нравилась. Сначала Люсия нахмурила брови, но затем аккуратно приблизилась к Джейсу и взяла его за руку. «Прости, что накричала на тебя!» Проговорила она. Келли показалось, что Люсия вложила недостаточно сожаления в свой голос, но все же начало было положено. «Всех нас выбило из колеи!» Вмешалась Келли в попытке помочь с извинениями. «Мы сами не свои!» Люсия поморщилась, но все же кивнула. «Все в порядке!» Сказал Джейс. «Я все понимаю!» Люсия солгала, когда извинялась перед Джейсом. На самом деле, она и извиняться-то не хотела. Она все еще злилась на Джейса за то, что тот оставил Эдриана умирать. Но времени на разборке не было. Да, Джейс показал себя как трус, но его идея и вправду была хороша. Нужно было действовать, пока имитатор попался на уловку и ждал ребят в подсобке. «Нам нужен план!» Возвестила Люсия. «И он у меня есть!» Люсия начала говорить о ключе, который нашла ранее. Келли внимательно ее слушала. Джейс смотрел мимо нее. Его маленькие пальчики не переставая теребили карандаши и ручки, торчащие из кармана. Девушка знала, что ему очень хотелось вытащить их. Забиться в угол и начать рисовать, забыв обо всем. Вот бы он мог использовать карандаши, чтобы вернуть Эдриана к жизни. Всякий раз, когда Люсия возвращалась к мысли о гибели Эдриана, у нее перехватывало дыхание. Будто невидимая рука прорывалась через грудь, чтобы сдавить ее сердце. Эдриана больше не было рядом. Эдриан – единственный лучик света в ее серой жизни, появившийся после переезда в этот жалкий городок. Исчез навсегда. «Люсия, все хорошо?» – спросила Келли. Люсия собрала всю волю в кулак, а затем, наконец, сделала глубокий вздох. «На чем я там остановилась?» «Ты рассказывала нам о ключе, который вроде бы подходит к замку на двери в кладовку, ту, которая в самом конце коридора», – сказала Келли. «А потом вдруг остановилась. Кажется, ты еще перестала дышать». «Люсия сделала еще один вдох. Простите, я…» – она потрясла головой. «Ладно, так как мы можем запереть эту комнату, я считаю, что именно она отлично подойдет для нашей ловушки. Но сначала нужно убедиться, что там есть вентиляционный лаз». «Приемник затрещал. Затем ребята услышали голос. «Вы уже идете? Мне очень страшно!» Люсия усмехнулась. «Страшно ему, так мы и поверили». Келли подбежала к приемнику. «Держитесь там, мы идем. Вам недолго осталось ждать». Оставив микрофон, Келли повернулась и посмотрела на Люсию. Келли была напряжена. Это выдавали ее легкие прищуренные глаза и хмурые брови. Люсии показалось, что так подруга выказывала осуждение за ее слова. Она ведь сказала Джейсу, что лучше бы он умер вместо Эдриана. И это была чистая правда. Да и что бы она сейчас могла сказать Джейсу, лучше ему от этого уже не станет. Не было времени разбираться с его чувствами. Джейс в это время все продолжал теребить ручки и отводил взгляд от Люсии. Но в конечном итоге он все же заговорил. «Если я все правильно вспомнил, то в той комнате есть вентиляционное отверстие. Я полз мимо него. И оно нам идеально подойдет, так как скрыто за кучей коробок. Я видел их через решетку. Если открутим решетку и оставим рядом с лазом, то имитатор ее и не увидит позади тех коробок. В крайнем случае, то отверстие меньше остальных в пиццерии. Так что имитатор не просто будет забраться в него. Как только тварь пойдет за мной, я забегу за коробки и проберусь в вентиляцию, а вы запрете дверь». «Может сработать», – проговорила Люсия. «Как мы уже обсудили ранее, доподлинно нам возможности имитатора по изменению собственной конфигурации неизвестны. Однако будем надеяться, что с его весом ты не просчитался». Джейс закивал в ответ, не поднимая головы. «Но почему именно Джейс?» – просила Келли. «Быть приманкой для тварей опасно. Может нам сначала стоит кинуть куда-нибудь бумажки с нашими именами, а затем вытянуть одну наугад?» После этих слов Джейс все же поднял голову. Он внимательно посмотрел на Келли и улыбнулся. «Это было бы здорово, но нет. Я должен это сделать. Именно я полз по вентиляции. Я знаю, куда нужно будет проползти. И я... я... я обязан это сделать». Парень аккуратно посмотрел в сторону Люсии. Келли вздохнула. «Ладно». Она повернулась к Люсии. «Но что если у имитатора хватит сил, чтобы выломать дверь?» Люсия задумалась над этим вопросом. Это был правильный вопрос. Имитатор очень сильный робот. Он запросто разрывал людей, словно их тела были сделаны из ваты. Ему бы не составило труда пробиться через запертую дверь. «В чем-то ты права», – заключила Люсия. «Нам нужно не просто запереть дверь, но еще и забаррикадировать ее», – сказала Келли. «Ну а как забаррикадировать дверь, которая открывается вовнутрь?» – спросил Джейс. Люсия снова ушла в раздумья. Закусив губу, она несколько секунд перебирала разные варианты в своей голове. «Хорошо», – возвестила она наконец. «Есть тут у меня одна идейка. Келли, за мной. Поможешь мне двинуть стол?» «Куда вы?» – тихонько пискнул Джейс. Люсия выдохнула и развернулась. Ей очень не хотелось тратить время на объяснение плана. Она хотела сразу приступить к его реализации. Но она понимала, что Джейс напуган, и у него на то были все права. Девушке пришлось взять себя в руки. «Нам понадобится пара столов. Один большой, больше, чем дверной проем кладовки. Мы отломаем его ножки, превратим в просто столешницу, которую используем для перекрытия двери. Еще нужен один маленький, шириной примерно как коридор. Его мы используем как подпорку для подобного стола. Сунем между большим столом и стеной. От такой конструкции, если даже имитатор все же сломает замок, дверной проем останется перекрытым. Думаю, что подходящие столы мы найдем в комнате отдыха». Келли внимательно слушала Люсию, и когда та прекратила говорить, кивнула. «Должно сработать. Но перед этим нам ведь нужно как-то подготовить столы, да? Например, поставить их где-то в коридоре или еще что-то сделать. А после этого ты, Джейс?» Келли перевела взгляд на него. «Заманишь имитатора в кладовку и залезешь в вентиляцию. Пока ты будешь занят своим делом в комнате, мы запарикодируем дверь, выставив столы. Так как мы рассчитываем, что вентиляция либо окажется слишком маленькой для твари, либо не выдержит ее вес, имитатор окажется в ловушке». Она повернула обратно голову к Люсии. «Я все правильно сказала?» «Пересказала план в двух словах», – ответила Люсия. Келли с Джейсом стояли молча. Никто не двигался с места. Тогда терпение Люсии лопнуло. Она подошла к краю стола. «Если собираетесь делать это, то сначала нужно двинуть стол. Келли, ты со мной?» «Подожди-ка секундочку», – бросила в ответ Келли. Девушка взяла в руки микрофон от приемника и заговорила. «Эй, вы там?» Тишина. Люсия почувствовала, как мышцы шеи и плеч напряглись. Ее желудок сжался в тугой узел. «Эй!» – повторила Келли. «Простите, что мы задержались. Теперь мы точно идем!» Она склонилась над приемником, будто бы пытаясь с помощью телепатии заставить голос вернуться. Никакого голоса. Келли развернулась и стала попеременно смотреть то на Люсию, то на Джейса. Глаза парня словно впали. Его дыхание стало прерывистым. Келли решила попробовать еще раз. «Вы там?» Люсия посчитала до пяти. Затем она прервала тишину. «Кажется, имитатор нас раскусил». Джейс обхватил себя руками. Келли положила микрофон обратно. Ее рука сильно тряслась. «Без разницы», – продолжила Люсия. «Заманить тварь в ловушку – наш единственный шанс!» Она оглянулась на закрытую дверь офиса. «Нам в любом случае придется выйти отсюда!» Когда Люсия согласилась пойти на двойное свидание, которое предложил Эдриан, Джейс был на седьмом небе от счастья. Он влюбился в Люсию с первого взгляда, одним дождливым днем в доме Эдриана. «Познакомься, это моя новая соседка», – выпалил Эдриан, когда представил Люсию Джейсу. В тот момент Джейсу снесло крышу. Он не мог сказать наверняка, в чем была причина. Может, всему виной прекрасные вьющиеся волосы или стильная одежда или чувственные губы. А может, все из-за того, что один ее глаз был больше второго. Эта деталь придавала ей весьма забавный вид, который Джейс считал невероятно очаровательным. А может, вообще ни одна из этих вещей не была истинной причиной. Быть может, все дело было в ее уме. Она была самой умной девушкой, которую Джейс когда-либо встречал. Она думала не так, как все. Парень был от нее в восторге. В таком же восторге он был от мысли о двойном свидании. Он надеялся, что этот момент станет первым шагом в дороге их совместного будущего. Но теперь было очевидно, что у него с Люсией не могло быть совместного будущего, даже если бы они смогли выбраться из этого места живыми. На это шансы сами по себе были невелики. Он точно не выживет. На самом деле, Джейс решил быть приманкой как раз потому, что надолго приманки не хватит. Это был смертельный приговор. Зато сейчас он мог позволить себе понаблюдать за Люсией. Парень обожал смотреть на нее. Ее походка всегда была целеустремленной. Голова слегка впереди, плечи вытянуты. Словно ей не втерпеж было преодолеть путь к цели. Люсия вела Келли и Джейса по коридору с красными стенами в комнату отдыха. Ее голова поворачивалась то вправо, то влево, пока группа проходила мимо плакатов с изображениями Фредди Фазбера. По положению ее головы Джейс мог заключить, что она внимательно слушается. Он и сам внимательно слушал. Ребята добрались до двери в комнату отдыха всего за несколько секунд. Люсия провела остальных внутрь темного помещения. Девушка старалась ступать очень осторожно, но ее походные ботинки для подобного не очень подходили. Резиновые подошвы шаркали по грязной плитке, производя протяжный звук скольжения. У Джейса и Келли дела обстояли лучше. Они на цыпочках обходили комки бумаги и помятые одноразовые стаканчики, разбросанные по всей комнате. Пройдя полметра, Люсия остановилась и обвела взглядом окружающие объекты. Ее внимание привлек длинный стол, который был прислонен к ряду темных металлических шкафчиков. Девушка жестом указала следовать за ней, и все вместе подростки двинулись в указанном направлении. Тихий щелчок заставил Люсию резко остановиться. Джейс и Келли тоже остановились. У Джейса перехватило дыхание. Ее ноги затряслись, и парень вцепился в руку Келли. Келли не стала с этим ничего делать. Она вообще не пошевелилась. Никто не произнес ни слова. С какой стороны раздался этот звук? Джейсу показалось, что его источник был где-то совсем рядом. Может быть, что-то в воздуховоде издавало этот звук? Воздух ведь проникал туда. Металлическая крышка ходила ходуном. Возможно, это и был источник. Люсия задрала голову, чтобы рассмотреть лампы на потолке. Хотя они едва работали, никакого мерцания не было. Джейс понял, что она пыталась проверить. Свет всегда начинал мерцать, если имитатор был слишком близко. Но как близко он мог подойти, прежде чем со светом начнутся проблемы? Джейс никогда не обращал на это внимания. Так что не мог дать ответа на вопрос. Парень осторожно повернулся и осмотрел наиболее темные места в помещении. Он недоверчиво глянул на пару пальто, которые висели напротив ряда шкафчиков. Действительно ли это было пальто? Джейс ведь уже видел, как имитатор забирался в различные костюмы, а потом вылезал из них. Что если эти неподвижные и кажущиеся пустыми рукава на самом деле не были пустыми? Люсия, похоже, решила, что можно продолжать путь. Она сделала шаг. Потом еще один. Келли с Джейсом тоже начали идти вперед. Люсия приблизилась к шкафчику, дверца которой была чуть приоткрыта. Джейс устремил взгляд в узенькую щель, за которой виднелась лишь непроглядная тьма. Разве этот шкафчик раньше был открыт? Когда Джейс тут был в последний раз, он никак не мог задавить страх. У него остались лишь смутные воспоминания о том, как он стоял спиной к шкафчикам. Они все тогда были закрыты. Никак не получалось вспомнить. Но что-то с этим конкретным шкафчиком явно было не так. Внезапно дверца шкафчика дернулась. Люсия! Завопил Джейс. Люсия резко обернулась. Ее глаза были выпучены, а лицо налилось краской. Джейс не смог понять, она злилась или была напугана. Наверное, все вместе. Ну что-то... Начала была она. Тут же свет стал мерцать. Дверца шкафчика открылась нараспашку. Последовал звук удара металла о металл. На комнату опустилась темнота. Келли немедля развернула Джейса к себе. Он пошатнулся, но все же устоял на ногах, когда девушка потянула его за собой обратно в дверь, через которую ребята ранее зашли в комнату. Джейс хотел еще раз позвать Люсию, но не смог произнести ни слова. В горле встал ком и во рту пересохло. Еще один удар. За ним скрежет. Далее до боли знакомая череда постукиваний и шипений. Тяжелые шаги. И, наконец, громкий грохот и хруст. Келли вытащила Джейса обратно в коридор. В нем свет все еще горел. Джейс обернулся, чтобы посмотреть, проникает ли хоть какая-нибудь часть этого света в комнату отдыха. Ему нужно было увидеть Люсию, однако Келли не дала ему времени на это. Она тут же потащила его дальше по коридору, направляясь к офису. Внутрь заходить девушка не стала. Вместо этого она просто захлопнула дверь. Затем она развернулась и сорвалась с места, продолжая тянуть Джейса за собой. Она направлялась к фойе, закрывая по пути все открытые двери. Джейс постарался вслушаться. Из комнаты отдыха послышался треск древесины, затем шлепок. За шлепком шел скользящий звук. Джейс попытался освободиться от хватки Келли. Он должен был развернуться и помочь Люсии. Он знал, что она все еще оставалась живой, так как никаких криков не было. Возможно, она спряталась. Нужно было добраться до нее. Но Келли не собиралась его отпускать. Когда парень попытался высвободить руку, Келли сжала ее еще сильнее. Она добралась до фойе, после чего послышался громкий хлопок двери, а за ним последовал шум шагов. Джейс был вне себя от счастья. Он понял, что означают все эти звуки. Это Люсия бежала в их сторону по коридору. Даже когда Келли вновь начала тащить Джейса за собой в обеденный зал, он продолжал смотреть назад на Люсию. Он нахмурился. Бледное напряженное лицо Люсии все было в крови, которое стекало по лбу с макушки ее головы. Парень застонал, когда понял, что кожа на голове девушки была в разрывах. Нескольких пучков прекрасных вьющихся волос не хватало. Люсия догнала ребят, когда они уже были в паре шагов от обеденного зала. «Нам нужно спрятаться!» Процедила она сквозь зубы. «Обычная закрытая дверь его надолго не задержит!» Девушка стерла кровь ладонью с лица, прорываясь к куче обломков прямо перед проходом в одну из комнат для вечеринок. «Давайте сюда!» – крикнула она. Келли, по всей видимости, была согласна с планом Люсии, так как тут же потянула Джейса за собой, обходя бетонные блоки. Она собиралась спрятаться рядом с Люсией, которая уже нашла место за кучей деталей эндоскелетов и обломков досок. Люсия подвинулась, чтобы Келли и Джейс смогли уместиться. Все вместе ребята постарались отдышаться. Знакомые постукивания в сопровождении шипения и скрежета доносились из фойе. Келли сжала руку Джейса еще сильнее. Затем свет в обеденном зале моргнул и погас. Люсия не могла сказать, насколько долго они прятались в темноте. Минуту? Десять? Целый час? Время перестало иметь значение во время пряток в кромешной мгле. Все тело Люсии было напряжено. В любой момент она была готова сорваться с места и бежать. От кипевшего в крови адреналина девушка места себе не находила. Теплота продолжала разливаться по лицу Люсии, но она не пыталась остановить кровотечение. Хоть девушка и старалась вести себя тихо, с нервным дыханием трудно было сладить. Легкие отчаянно требовали воздуха. Люсия пыталась делать небольшие вздохи, но вместо них слышала только глубокие и резкие. То же было с Келли и Джейсом. Услышит ли их имитатор? Люсия закрыла глаза и стала вспоминать руководство оператора, которое ранее прочитала. К несчастью, в руководстве об имитаторе было написано очень мало. Девушка понимала, что у робота были раздвижные части, чтобы залезть в любой костюм. Она также понимала, что он был очень сильным, но она почти ничего не знала о возможностях его сенсоров. Насколько хорошо он мог видеть и слышать? Люсия широко распахнула глаза, когда чья-то рука неожиданно схватила ее за запястье. Сначала она попыталась вырваться, но затем быстро поняла, что это Келли. Также она поняла, что свет в обеденном зале вновь загорелся. Люсия склонила голову на бок и стала внимательно вслушиваться. Она услышала знакомые шаги твари, которые доносились из главного коридора, и имитатор возвращался к офису. Может быть он посчитал, что ребята прятались в одной из комнат в той стороне, или же он просто хотел взять другой костюм из помещения запчастей и обслуживания. Люсия успела разглядеть не так много, когда имитатор выскочил из шкафчика в комнате отдыха. Она увидела нечто похожее на прямоходящую серую мышь. Наверное. В тот момент она больше была сосредоточена на том, чтобы отойти подальше от имитатора, а не классифицировать костюмы. Тварь чуть было не схватила ее, но все же робот успел схватить за волосы девушки и начал тянуть за них. Если бы он дотянулся до головы, и именно он это намеревался сделать, то Люсия стала бы безголовой. Ей повезло, что густые вьющиеся волосы стали для робота препятствием. Да, пришлось распрощаться с целым пучком, и это было очень больно, но зато голова осталась на месте. Девушке удалось высвободиться из цепкой хватки имитатор и выбежать в коридор до того, как он успел нагнать ее. Люсия продолжила вслушиваться. Теперь она уже ничего не слышала, кроме собственного дыхания и дыхания друзей. Девушка подняла и отвела в сторону руку, подав сигнал остальным, что нужно еще немного подождать. Было очень важно, чтобы имитатор ушел как можно дальше. Люсия посчитала до шестидесяти. Трижды. Затем она кивнула Келли. Та подтолкнула Джейса, и вся троица осторожно вылезла из укрытия. Когда все поднялись, Люсия сорвалась с места, стараясь двигаться как можно быстрее и тише. Обойдя одну из куч с останками человеческих тел, она направилась к скоплению поломанной мебели. Люсия взяла стул с одной ножкой, осторожно отложила его в сторону и показала на большой стол. А вот и то, что нам нужно, прошептала она. Закончив шептать, девушка развернулась и посмотрела в сторону прохода в фойе. Свет там продолжал гореть. Из коридора не доносилось ни звука. Если повезет, имитатор останется в дальнем конце этого коридора. Интересно, услышит ли он оттуда? Люсия повернулась обратно к Келли и Джейсу. Джейс снова начал трястись. Парень едва стоял на ногах. А вот Келли держалась молодцом. Нужно отломать ножки у этого стола, пояснила Люсия. Мы пронесем его по коридору и оставим у стены рядом с кладовкой. Еще нужно найти стол поменьше. Она протянула руку и указала на небольшой стол, который лежал боком рядом с кучей сломанных кусков эндоскелетов. У стола остались всего четыре ножки. Келли, сможешь его поднять? Спросила Люсия. Или хотя бы просто утащить? Мне кажется, он нам идеально подходит по размеру. Келли кивнула. Он явно не очень тяжелый, заключила она. Я с ним справлюсь. Отлично, это я и хотела услышать, ответила Люсия. Нужно действовать быстро, потому что шума будет много. Девушка повернула голову к Джейсу и продолжила говорить. Я откручу ту ножку. Ты справишься со второй? Джейс вытер нос и глянул на обозначенную ножку стола, а затем кивнул. Хорошо, как только закончим с ножками, каждый из нас возьмет за свой конец стола. Я буду спереди, а ты пойдешь сзади. Только иди быстрее, я подстроюсь под тебя. Продолжая вздрагивать, Джейс дважды сглотнул. Готово? Спросила Люсия у Келли. Можешь сразу же отнести небольшой стол к кладовке? Келли в ответ помотала головой. Попридержи коней. Она наклонилась и дернула подол длинной юбки Люсии. До того, как подруга успела открыть рот, Келли выдернула большой кусок ткани, а затем оторвала от него ровную полосу. Если не остановим кровотечение, пояснила Келли, указывая на голову Люсии, ты начнешь чувствовать сильную слабость. Люсия тут же свела брови к переносице и замотала головой. Последствия не заставили себя ждать. Девушка почувствовала головокружение. Наверное, Келли все же была права. Люсия позволила перевязать себе лоб куском юбки. Ткань коснулась свежей раны и ее защипала. На глаза Люсии навернулись слезы от боли. Она поморгала несколько раз, чтобы убрать их. Ну вот и хорошо. Этого должно быть достаточно. Келли сделала шаг назад и внимательно осмотрела Люсию. Теперь у тебя клевый вид. Не так ли, Джейс? Джейс застенчиво посмотрел на Люсию. Ты выглядишь как величественная воительница, сказал он. Люсия фыркнула в ответ. А теперь Келли, вновь заговорила она командным тоном, тебе пора идти. На сей раз Келли кивнула. Она подняла нужный стол и потащила его ножками вперед через обеденный зал. Так, сказала Люсия, обращаясь к Джейсу, теперь давай займемся нашими делами. Девушка подошла к одной из ножек большого стола. Она дождалась, когда Джейс встанет с другой стороны. На счет три, произнесла Люсия. Джейс приготовился. Раз, два, три. Люсия занесла ногу и со всей силы ударила ей по ножке стола. Джейс сделал то же самое. Послышался треск ломающегося дерева. Люсия с Джейсом ударили еще раз и ножки отломились от стола. Как только дело было сделано, Люсия наклонилась и приподняла один конец столешницы. Джейс тут же взялся за другой конец. Люсия пошла задом так быстро, как только ноги могли нести ее. Джейс двинулся вперед. Вместе они пронесли стол мимо нескольких куч мусора, металлических частей и окровавленных кусков человеческих тел. Джейс помог Люсии прислонить столешницу к стене рядом с кладовкой. Келли подвинула свой маленький столик ближе к открытой двери комнаты управления. Джейс старался не думать о том, что находится за этой дверью. Там лежали трое его знакомых, которые разорвали на куски. Если бы он продолжал думать о них, то не смог бы больше ничего сделать. «Итак», – проговорила Люсия, оглядывая на сложенные столы. «Не думаю, что имитатор обратит на столы внимание. У него просто не может быть настолько совершенных способностей к анализу». «Очень надеюсь, что ты права», – сказал Джейс. На слове «надеюсь» его голос дрогнул. Ему стало стыдно за то, что он был так напуган. Внезапно Люсия взяла его за руку. Свирепое выражение, которое оставалось на ее лице с момента побега из комнаты отдыха, исчезло. «Ты уверен, что хочешь это сделать? Я ведь могу быть приманкой заместо тебя!» Джейс активно начал кивать. Он был так напуган и опасался, что намочит штаны. Но теперь нельзя было струсить. «Ладно», – сказала Люсия. «Нам нужно поторопиться, иначе имитатор может нас здесь обнаружить». Девушка повернулась к Келли и обратилась к ней. «Думаю, нам с тобой нужно пройти в зал игровых автоматов. Там много мест, в которых можно спрятаться. А заодно оттуда очень хорошо просматривается этот коридор. Мы поймем, когда имитатор направился к кладовке, а затем за несколько секунд сможем добежать до двери, закрыв ее и заблокировать столами». Келли согласно закивала. Люсия снова посмотрела на Джейса. «Все в твоих руках. Замани имитатора в кладовку и лезь в вентиляцию. Тебе придется делать все быстро, очень быстро. Готов?» Джейс вновь закивал. Ему показалось, что все его нутро перевернулось в этот момент. «Как я уже ранее говорила, когда имитатор пойдет за тобой в эту комнату, Джейс», – продолжала объяснять Люсия. «Мы с Келли запрем дверь, а затем забаррикадируем ее с помощью столов». И снова Джейс кивнул, очень резко кивнул. Ему очень хотелось, чтобы Люсия ушла прямо сейчас. Любая мысль о том, что он собирается сделать, может лишить его возможности действовать рационально. Люсия, похоже, поняла это. Она протянула руку и снисходительно похлопала его по плечу. «Все, нет больше времени. Давайте начнем». Келли несколько секунд смотрела прямо на Джейса. Ее взгляд был мягким. Она будто бы полностью понимала, как сейчас чувствует Джейс в данный момент. Осознавала его чувства к Люсии, все его печали и страхи. «Идите!» – бросил Джейс. Джейсу показалось, что Келли хотела обнять его, но она этого не сделала. И Люсия тоже. Они обе просто развернулись и начали идти по коридору. «Э, нет, подождите!» – крикнул им вдогонку Джейс. Обе девушки тут же повернули голову к нему. Толком не обдумав то, что он собирался сделать, парень подошел к Люсии, протянул руку и схватил ее за плечи. Притянув девушку к себе, он поцеловал ее. Раньше Джейс никогда не целовал девушек, поэтому совершенно не представлял, что сейчас делает. Но он точно понимал, что это был не поцелуй застенчивого мальчонки, который впервые сблизился с милой девочкой. Это был крепкий, долгий и страстный поцелуй. Поцелуй героя. Этот поцелуй должен был помочь Люсии понять его чувства в том случае, если план провалится и у него уже больше не будет шанса признаться ей. В течение нескольких долгих секунд все его внимание было сосредоточено на мягких губах Люсии. Джейс наслаждался теплом близости, совсем затерявшись в нем. Ему хотелось, чтобы этот момент длился вечно, но это было невозможно. Джейс отпустил Люсию. Она отшатнулась, а затем с открытым ртом уставилась на него. Парень уже готов был получить пощечину, но Люсия ничего не сделала. И тогда он сказал. Ну же, идите. Люсия непонимающе моргнула. В ее глазах появились слезы. Затем она все же повернулась и махнула Келли рукой. Вместе девушки побежали по коридору. Джейс не отрывал взгляда от Люсии. Он видел, как ее юбка вздымалась на бегу. Он продолжал смотреть, пока Люсия и Келли не нырнули за игровой автомат рядом с маленькой сценой, пробежав через обеденный зал. Следующие несколько секунд Джейс просто молча стоял. Затем он начал глубоко дышать. «Я смогу. Я все смогу», – несколько раз повторил он про себя. Через 7 минут, которые длились мучительно долго, Джейс начал сомневаться в разработанном плане. Почему он вообще согласился на это? О чем он думал? Он не был героем. Он был малявкой, который любил играть с мелками. По крайней мере, так его описывал отец. Ему было наплевать на то, что Джейс уже давно подрос и перестал пользоваться мелками. Для отца Джейс все еще был малышом, который рисовал забавные картиночки. Если бы не мама и любимый дядя, которые постоянно называли его талантливым и пророчили карьеру художника, парень бы уже давно бросил рисование. Их поддержка была своего рода непробиваемым щитом, за которым Джейс мог спрятаться от презрительных высказываний отца и нападок хулиганов из школы, которые нередко отбирали его рисунки и рвали их. Хотя даже без поддержки родных, Джейс все равно бы продолжил рисовать. Он не мог иначе. Это было обязательно. Нет, скорее, это было так же естественно, как дышать. Без рисования парень бы попросту не смог существовать. Он и сейчас испытывал искушение достать блокнот и порисовать в нем. Все его нервы были напряжены. Парень даже не представлял, сколько их у него в теле. Сотни? Тысячи? А может миллионы? Казалось, будто кто-то прорывает его кожу множеством острых булавок всякий раз, когда Джейс слышал какой-либо звук. Когда Люси и Келли побежали по коридору, Джейс быстрым шагом направился в кладовку, чтобы подготовиться к побегу. На его счастье, небольшое пространство освещала небольшая лампочка, висевшая под потолком. Ее света хватало, чтобы можно было полностью рассмотреть комнату, забитую коробками и игрушками. Хотя Джейс не был уверен, что это на самом деле были игрушки. Среди коробок валялись маленькие плюшевые звери и забавные куклы. У одной из кукол были рыжие косички и большие зеленые глаза, которые, казалось, смотрели прямо на парня. Джейс вздрогнул и повернулся к игрушке спиной. Он начал поиски решетки, когда ползал по вентиляционным лазам. Отодвигая в сторону коробки, парень быстро нашел ее. Джейс подумал, что для снятия крышки придется открутить болты, поэтому взял у Люси отвертку, которую та нашла в ящике с инструментами в обеденном зале. Но по итогу она не потребовалась. Крышка вся проржавела и изломалась. Джейсу достаточно было ударить по ней, после чего она отошла. Он передвинул еще несколько коробок, чтобы освободить путь к отступлению, а затем вернулся в коридор. Так как у Джейса не хватало смелости просто ждать, пока имитатор по воле случая наткнется на него, парень решил сразу выдать свое местоположение. Он сделал глубокий вдох, открыл рот и со всей силы закричал. «Эй, прекрати! Ты мне на ногу наступила!» Схватившись за один из концов большой столешницы, парень отвел ее от стены, а затем с размаху толкнул обратно. Грохот эхом разнесся по коридору. «Ну же, приди и попробуй меня поймать!» Джейс не знал, как именно работал этот навороченный искусственный интеллект, но он решил, что система имитатора может быть достаточно продвинутой, чтобы заподозрить неладное, если робот обнаружит человека, который просто ходит по коридору, ничего не делая. Так что следующие три минуты Джейс активно делал вид, будто возился с дверной ручкой. В конце концов, его плечи и спина начали жутко болеть от того, что он делал это, скорбившись, и все время пытался подавить свой страх. Парень уже хотел было перестать притворяться, но внезапно услышал скрип. Джейс немедленно замер. Он полностью обратился в слух. Вновь скрип. А после него прозвучал тот самый звук, который он так долго ждал. Череда мерных постукиваний в сопровождении жуткого шипения. Имитатор направлялся в его сторону. Воображаемые булавки, которые кололи кожу Джейса, сменились миллионом острых ножей. Сердце застучало быстрее раза в четыре. Проступил пот на затылке. Джейс немного повернул голову так, чтобы краем глаза можно было увидеть конец коридора. Сначала ничего не было видно. Затем появилась тень, которая стала вытягиваться из дверного проема, ведущего в комнату отдыха, и вновь постукивание, сопровождаемое шипением и скрежетом. Следом за ним появился и сам имитатор. Тварь в потрепанном костюме желтого кота вошла в поле зрения. Кошачья голова с заостренными ржавыми ушами и загнутыми усами медленно повернулась. Имитатор посмотрел в самый конец коридора, прямо на Джейса. Свет тут же начал моргать. Хотя Джейс уже давно ждал появления имитатора, он все равно вскрикнул. Теория это одно, а реальность совсем другое. Адреналин зашкалил до предела. Парень распахнул дверь кладовки и влетел внутрь. Он немедля захлопнул ее за собой. Джейсу не нужно было слышать постукивающие шаги имитатора, чтобы понять, что тварь зашла за ним. Даже если бы робот парил над землей, Джейс все равно узнал бы о его приближении. Он мог чувствовать, как жесткие намерения, излучаемые имитатором, проходили сквозь тело, словно его уже начали разрывать на части. Джейс приложил все свои силы, чтобы сосредоточиться. Он прошел через лабиринт из коробок и присел на корточке перед открытым вентиляционным отверстием. После этого он замер и прислушался. Дверь кладовки хлопнула, распахнувшись настиж. В маленьком помещении стало темно. Тогда Джейс упал на колени. Он ощупал стенки вентиляции. Сориентировавшись в кромешной тьме, парень просунул голову и плечи в маленькое отверстие. Подавляя тошноту и дрожь в теле, он постарался набрать достаточно воздуха в сдавленные легкие и начал ползти вперед. Джейс вновь напряг слух. За счет этого он смог точно отследить каждый шаг, сделанный имитатором. Когда робот оказался близко к вентиляции, всего в полуметре от нее, его шаги перестали походить на обычные постукивания. Теперь это были оглушительные удары. Комната сотрясалась от каждого нового движения имитатора. Как только Джейс почувствовал, что его ноги начали скользить по вентиляционной шахте, легкие перестало сжимать. Теперь все его тело целиком оказалось внутри. Он смог. Он спрятался в вентиляции до того, как имитатор смог его поймать. Теперь ему нужно было ползти дальше, причем как можно быстрее. Однако легче было сказать, чем сделать. Джейс почувствовал, как соединение сегментов вентиляции под его руками ходит ходуном. После каждого шага имитатора вентиляционную шахту трясло. Соединения в ней при этом начали трещать и скрипеть, словно вот-вот готовы были порушиться. Джейса внутри вентиляции тоже трясло, бросая из стороны в сторону. Однако он смог продолжать двигаться вперед, лежа на животе. Джейс надеялся, что вентиляция сможет выдержать его, пока он пробирался к более устойчивому ее участку. Соединения здесь были в совсем плохом состоянии, и все заклепки на них почти слетели. Пробираясь дальше, Джейс внимательно слушал в надежде услышать сигнал. Хлопок двери и щелчок замка. И он его услышал. «Да, получилось!» С ликованием подумал парень. План сработал. Джейс двинул локтями и продвинулся вперед еще на пару сантиметров. И эти сантиметры оказались лишними. Когда он проползал через очередное соединение сегментов, рукав его рубашки зацепился за две отошедшие заклепки. Поэтому, когда Джейс подтянулся вперед, зацепившаяся ткань полностью сорвала эти самые заклепки. Парень услышал, как они начали отскакивать от стенок вентиляции. Внезапно шахта наполнилась громким скрежетом разваливающихся металлических сегментов. Еще две заклепки сорвались. Соединения больше не было. Целый кусок вентиляции, в котором был Джейс, отсоединился от остальных. Этот кусок дернулся куда-то вбок, а затем резко накренился. Джейс начал съезжать вниз. В попытке ухватиться за что-нибудь, парень стал прижимать ладони к металлу, мысленно моля, чтобы ничего больше не срывалось. Пальцы скользнули на острый край, который прорезал его кожу. Джейс сдержал крик боли. Он наконец осознал, что с ним происходило. Он медленно скатывался обратно в кладовку. Джейс изо всех сил боролся с силой притяжения. Он перестал обращать внимание на боль в руках. Его больше не волновало, насколько глубокими были порезы. В данной ситуации упасть в образовавшийся пролом было лучше, чем вернуться в кладовку прямиком к имитатору. Пару секунд Джейс смог продержаться на месте. Он хватал ртом воздух и громко пыхтел, пытаясь подтянуться к отломавшемуся концу вентиляции. Парень смог приподняться на сантиметр. На два. Но потом что-то жесткое и холодное схватило его за ногу. Появилась жгучая боль в лодыжке. Что-то потянуло Джейса вниз. Все случилось так быстро, что он даже не успел вскрикнуть. Он продолжал сжимать рот, пока его не вытянули из вентиляции и не оторвали ноги от туловища. И вот тогда-то он закричал. Однако кричать ему оставалось совсем недолго. Келли и Люфи радостно обняли друг друга, когда установили маленький столик на место. «Мы это сделали!» Выдохнула Люсия, обнимая Келли. Девушка закружилась в восторге. План сработал. Дверь кладовки была заперта. Большая столешница блокировала ее. А маленький стол подпирал эту конструкцию. Так что даже механическая тварь, обладающая нечеловеческой силой, не смогла бы ничего с ней сделать. Люсия и Келли отошли друг от друга на несколько шагов и обменялись взглядами. Люсия вдруг вспомнила о Джейсе. Келли, похоже, тоже о нем вспомнила. «Давай, Джейс, ты сможешь!» Зашептала Люсия, напрягая слух. Из кладовой доносились всевозможные удары и скрежет. Трудно было понять, что именно там происходит. Смог ли Джейс сбежать? «Он наверняка пополз обратно в офис!» Прошептала Келли через несколько секунд. Люсия согласилась с ней. Вместе две девушки повернулись и начали было идти в сторону офиса, чтобы встретиться там с Джейсом. Но они успели сделать всего три шага, после чего поняли, что парень уже никогда не доберется до офиса. Крик Джейса пронесся по зданию. Он эхом отразился от стен коридоров. Затем он долетел до Люсии, вызвав мурашки по всему телу. Крик долго не прекращался, становясь все громче и громче. А потом он резко оборвался. Келли и Люсия снова обняли друг друга. Но на сей раз это было от отчаяния. Конец шестой части истории про мимика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова